Теперь мы переходим к главному российскому миротворцу. Дело в том, что какая страна, такие у них миротворцы, такая у них и партия мира. Потому что главный российский военный преступник Евгений Пригожин, он что сделал? Он говорит о том, что пора объявить об окончании СВО и попробовать сохранить контроль над теми территориями Украины, там, где сейчас российские, и здесь мы рисуем мысленно собачек, свинок и российский триколор. Да, российские оккупанты. Значит, цитата. Для власти, для общества в целом необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Специальные военные операции, так они называют войну. Насчет жирной точки, это выражение прекрасное. Как пишет Пригожин, забегая вперед, скажу, что текст написан неплохо. Этот текст позволяет мне сделать уверенный вывод, что Пригожин пишет лучше Путина. Смысла в его и логике, в его писании не больше. Потому что Манечелло в бункере, он что там, боялся ковидного комара? Ну, из нашей лаборатории, да. И, соответственно, строчил текст на 50 тысяч знаков. Читали это кто? Журналисты, эксперты и думали, какой идиот. Тут все сжато достаточно четко, ну и нормально написано. Так вот, значит, Пригожин продолжает. Идеальный вариант это объявить об окончании СВО и сообщить всем о том, что Россия достигла и тех результатов, которые планировала. И в каком-то смысле мы действительно их достигли. Да, мы перемололи огромное количество бойцов ССУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задача СВО выполнена. То есть, говорит это о чем? Что они, даже такие товарищи, как Пригожин, никто толком не знает, зачем они отправляют своих людей на смерть. Зачем эти лишения, смерти, обнищания, зачем вот эти вот китайско-российские отношения, о которых мы говорили ранее. Ну, прекрасный клип, согласитесь. Они этого не знают. То есть, получается, что в любой момент можно сказать, что мы победили. Конечно, Ольга Скобеева, Ольга, ну что ж я так в преддверии праздника. Оля Скобеева, она, конечно же, справится. Это понятно. Справится и объяснит. Но какой нюанс? Вот самое важное, с одной стороны, они все поддерживают. Согласно с вопросом, ну и вообще настроением в российском обществе, они вроде бы как поддерживают войну. То есть, у них 80% за войну. Да, им выносят мозги вот этими постоянными кадрами с обстрелами, там, я не знаю, рассказывают о том, что мы тут все фашисты. Русскоязычных ущемляем. Да, и даже не знаю, сколько мы ведем этих дискуссий об ущемлении русскоязычных на русском языке. Ни одного диалога об ущемлении русскоязычных я не слышал почему-то украинскую мову. Даже странно. Но, вот мое глубокое убеждение, что вот это большинство путинское, да, не поддерживают, да, им хочется величия, да, не получают реальное удовольствие от смерти в Украине. Попали в славянский дом, убили ребенка. О, там, я думаю, Тагил гудит, я не знаю, там анонируют мысленно, а может быть и немысленно. Но, если вот завтра будет сказано, что мы, мы всех победили, мы на этом останавливаемся, какая будет реакция российского общества? Все поддержат. Да, даже если они будут выходить из Украины, под брендом мы победили, но это будет отрицательная победа, такой себе хлопок в обратном направлении. Они тоже поддержат, потому что у них нет своего мнения, они как пластилин. А факт понимания того, что в Украине за украинскую землю вбывают, именно убивают, он как раз и добавляет вот этого понимания, что да, может, не так уж нам этой Украины и хотелось. Далее, значит, к чему я это все веду? Что Пригожин действительно озвучил ожидания значительной части российского общества. И вроде как ЧВК Вагнера не обвинишь их там в трусости или в предательстве. Ну, Пригожина можно понять, он свою гвардию потерял и, соответственно, ему-то остановится самое время, потому что ЧВК это и может как-то играть внутри российской политики, когда там есть солдаты. А раз они все будут уничтожены, то какой дальше смысл? Но факт остается фактом. Мысль-то какая? Получается, что первое политическое заявление антивоенное сделал российский, или руководитель российских зэков. Это здорово. И там обоснование очень интересное в этом тексте. Например, они же хотят попробовать закрепиться когтями в цупице в украинские города, которые сейчас под российским контролем, для того, чтобы не проиграть Соединенным Штатам. Потому что США хотят запустить в России центробежные силы и центробежные процессы. Вы представляете? Я вот когда об этом думаю, то у меня сразу возникает вопрос. А никто в России не думал о том, что после вторжения в России будут запущены эти центробежные цели, эти процессы. То есть, получается, что эти идиоты, кремлевский товарищ, царь в розыске, и не только он, они сделали так, что поставили будущее России матушке, пи-пи-пи-пи, рисуем тут собачку, свинку и российский триколор. Поставили судьбу России матушки под вопрос, будет она существовать или нет. Вот он пишет, когда началась спецоперация и Россия не смогла добиться тех результатов, которые ожидало общество, у США появилась возможность вернуться к своему первоначальному плану. Ну, в смысле, децентрализация, развал. Договариваться с российскими элитами, которые не поддерживают эту войну. Ну, то есть, там, если хотя бы чуть-чуть мозгов есть, они против этого. И там даже в качестве примера используется другой Пригожин, Иосиф Пригожин, который говорит, блин, он нас всех подставил, мы так хотели там ездить туда, Юрмала, не Юрмала. Ну, в общем, хотели быть людьми. И он за это критикует, за то, критикует ту часть российской элиты, которые не хотят умереть под Бахмутом. Хотя, мне кажется, эта опция, она как бы привлекательная. Даже без Голливуда, без какой-то пропаганды, ты живешь, летаешь по миру, кушаешь вкусную еду и ездишь на машинах не made Russia. Ну, то есть, не на лайне. Россияне гуглят, что такое, это хорошее слово, вам все равно придется учить языки. И две версии, две опции, или китайский, или украинский. Так вот, лайно, это слово очень может помочь. А иногда, в случае чего-то, ну, как это, дикие укры, заходят в блиндаж российский. И кто-нибудь скажет, кто первый скажет, лайно, того и не застрелят. Потом, возможно, обменяют. Даю бесплатный совет. И мне вот, что нравится в этом деле, в этой статье, он говорит о том, что россияне, они дрогнули. Потому что у нас же нет сомнений в части наших действий. У меня вот мой друг, да ладно, скажу вам страну, из одного центрального французского издания, он приехал, вот, очередной раз объездил и до оккупированной территории, и в Донецкой области, и в Славянской был. Говорит, очень неприятно, когда в здании, в котором ты находишься, а по соседству прилетает ракета от С-300, потом попадает в новостях. Так вот, он рассказал мне такую вещь, что центральная задача его редакциона была выяснить вопрос. Внимание! Сейчас кто-то напишет, Макрон падгентла. А задача звучала примерно так, что выяснить на месте, написать текст, Насколько готово украинское общество к компромиссам, перемирию, переговорам. И мне было приятно, что человек с абсолютно не заангажированной позицией, настоящий журналист, в самом правильном слове, полностью мои оценки подтвердил. Что, да, в украинской армии нет вот этого, ни паники, ни какого-то такого, знаете, вот этого безумия, которое творится в украинских, и не только в украинских СМИ по поводу контрнаступления. Те, кто в форме, с оружием в руках, ну, готовы выполнять приказы по убийству российских захватчиков. Вот. То есть, у нас вот так. Да, я понимаю, еще раз, я тоже хочу, чтобы война закончилась. Желательно, чтобы вчера она закончилась. Но, извините. А у них, внимание, значит, цитирую Пригошина. Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях. Ну, конечно, сто тысяч трупов с хвостиком, там, оценки разнятся, но трупов много, как для спецоперации. Либо категорически против того, что происходит. Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, к старым привычкам и комфорту. Но, тоже мне, вот это вот обвинение, что люди хотят жить и желательно хорошо. Я вот думаю, ну, есть идиоты и во всех обществах, и во всех странах, но обычно сдохнуть под бахмутом хотят немногие. А тут вот такой вот поворот. То есть, к чему я это говорю? Что, очевидно, вот этих вот трендов таких вот будет все больше и больше. Особенно, кто может, хочет, может найти этот текст, посчитать целиком. Ну, так, может быть, вам недостаточного моего предсказа. Но вопрос в чем? Что, вот, представляете, сидят патриоты российские, для которых Евгений Пригожин является неким авторитетом. Ну, вообще, идеальная картина, зэк, не трус, на развалинах бахмута был. И получается, что Пригожин же он не трепло, а человек дело, настоящий патриот. И к его словам нужно прислушаться. Единственное, прислушаться к разным словам нужно. Но я хочу сказать, что никто вам не позволит, как там было сказано, закрепиться ногтями и когтями на оккупированных территориях. С большой вероятностью останетесь и без ножек, и без конечностях, на которых эти ногти растут. И без ручек, другими словами. Тут не получится. И я вот просто вижу вот эти мысли. Они еще не могут их сформулировать до конца. Вот эти российские патриоты. Но где-то там в глубине души они уже думают так, что Пригожин же прав, цели СВО мы уже выполнили. Чего ждать? Бессмысленно уничтожать русских солдат с обоих сторон. Но в ихнем мире кретинизма они же здесь русских защищают путем ударов, ударов ракетами по этим русским. Но в общем, вывод какой? Если бы не российский президент, пока еще действующий, он же царь в розыске, то войну можно было бы прекратить. И тут же есть масса аспектов. Во-первых, Владимир Путин подписал закон об цифровых повестках. И там масса есть нюансов. Но смысл в чем? Что под контроль они берут всех российских мужиков. Тот, кто не уехал. Я забегая опять же вперед скажу, что наши товарищи по соседству даже остаться без прав на какое-то время с ограниченными правами. Даже если вас не будут выпускать из раши, это лучше, чем получить навечно прописку в черном мешке. Вот. И вот эта вот мысль, она у них будет прорастать. А у нас будет происходить следующее. Что вот эти вот качели, контрнаступление, сегодня-завтра, послезавтра, через месяц, летом, этим летом. Этого будет очень много. Но один прекрасный момент. Мы просто все офигеем. В хорошем смысле этого слова. Потому что будет преподнесен какой-то уникальный сюрприз для российских оккупантов. Что приведет к их массовой гибели. И вот эти вот сливы в Штатах по поводу готовности Украины, неготовности. Смотришь, я не знаю, тоже мне в программке цветной выложили это все. Вся эта информация уже была в открытом доступе. В той или иной степени. Касается это и, допустим, тоже мне большой военный секрет. У Украины заканчиваются ракеты. Они могут закончиться. Могут закончиться, а могут не закончиться. У нас боеприпасы могли полностью закончиться год назад. Но они же не закончились. Особенно мне нравится вот этот пункт. Там где написано, что ракеты на сам заканчиваются в Украине. Не хватит до мая. Я не знаю, что же делать, если заканчиваются ракеты на САМС. А, привезти новые. Там американские ракеты Сисперо, морской Горобет. Оказывается, можно пулять с буков. Там есть по С-300 нюансы. Вообще нюансов много. И сказать, что у нас тут все the best, конечно же, нет. И вообще на войне, как мы уже говорили, самое страшное это смерть и ранение. Но сказать, что они открыли какую-то военную тайну. Или подставили южнокорейцев, которые думали, что поставляли десятки тысяч, нет, сотни тысяч боеприпасов 155-го калибра в НАТО, странам НАТО. И говорили, что мы бы не хотели, чтобы эти боеприпасы попали в Украину. Точнее, не так. Но мы же в Украину не отправляем. Мы не отправляем боеприпасы в Украину. Интересно, почему так много нужно боеприпасов в странам НАТО? 155-го калибра, при том, что все же новости читают, что все заводы в Европе и в Штатах работают там с загрузкой фу. Интересно. Канада там покупила тысяч несколько там южнокорейских боеприпасов. Да, восстание белых медведей. Подавить. Нет, все все-все прекрасно знали, куда пойдут эти боеприпасы. Возможно, там прошла замена, южнокорейские новые боеприпасы поставили на склад, а со складов отдали нам. Но, как говорится, суть это не меняет. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok